И еще о событиях в мире. Уже завтра в Париже пройдет церемония открытия Олимпийских игр. Увидеть шоу собственными глазами сможет рекордное число зрителей. Почти 600 тысяч человек приобрели билеты, чтобы попасть на трибуны, установленные на набережной реки Сена. Съезжаются и журналисты со всего мира. Наш корреспондент Ануар Абдрахманов находится в Париже в составе большой команды телеканала 24КЗ. Он будет освещать важное спортивное событие. Ануар, привет! Расскажи нам последние новости. Путугас, приветствую вас. Рад вас слышать. Надеюсь, и вы меня слышите, потому что сейчас мы находимся в самом эпицентре событий Парижской Олимпиады, в центре города, в нескольких шагах от Эльфилевой башни, которая тоже будет задействована частично в церемонии открытия. Точнее, это будет ключевой, наверное, символ всех этих игр. Ну и надеюсь, меня слышно, потому что тут довольно шумно. Город в целом живет своей жизнью. Во всех уголках можно заметить олимпийскую символику. Ну и, конечно, важная часть олимпийского спортивного праздника – это и представители прессы, которые со всего света прилетают, съезжаются здесь, чтобы в прямом эфире освещать победы и спортивные баталии лучших атлетов своих стран. И в том числе и с нами вместе здесь, в Олимпийском Париже, работают наши коллеги из Узбекистана. Я готов, рад приветствовать в нашем прямом эфире нашего большого друга и коллегу Камаладина Алимова. Это представитель Узбекистана. Он готов поделиться с нами тем, как в Узбекистане ждут и какие ожидания в Узбекистане от этих олимпийских командин. Что вы думаете о организации Олимпиады? Какие эмоции о первых дней работают здесь? Ну, организация на высоком уровне. Все-таки это Европа. Ну, работаем вместе в хороших... Ну, думаем, что и сборная Узбекистана, и сборная Казахстана выступят на высшем уровне. И будут много медалей. И я вот жду особенно противостояния Узбекистана-Казахстана по боксу. Там в некоторых весовых категориях есть такие противостояния. Как можно сказать, можно сравнивать как финал, да? Например, вот Бахадыр Джала с Конкабаевым, Махмуд Сабирхан, Авдамалик Мухалаковым, Хасабо Досматов, будет на вторую олимпийскую медаль бороться. Думаю, с Акиным Бибасиновым. Ну, надеюсь, что они будут встречаться в финале. Ну что? Так лучше будет. Да, ну и мы будем следить в том числе и за выступлением наших узбекских друзей, спортсменов сборной Узбекистана. Как мы видим, например, в боксе наши сборные очень хорошо котируются, и будут в числе претендентов на медали. Ну и вот так вот, если время позволять, я немножко поделюсь последними новостями. Состоялась зеребевка теннисного турнира. Главная и лучшая ракетка Казахстана Елена Рыбакина возвращается в Париж. Совсем недавно она выступала здесь на Роланго-Рос. Какие-то определенные сложности не позволили ей дойти до решающих матчей. Но в целом мы осознаем, что Елена Рыбакина обладает определенным потенциалом. Так вот, Елена начинает турнир на Олимпиаде матчем против румынки Жаклин Кристиан, которая очень хороша на грунте, она очень хорошо себя проявила на турнире в Мадриде и в целом является достаточно такой непростой соперницей, в том числе и для казахстанки. А в случае, если в матче с румынкой наша теннисистка одержит победу, то Елена Рыбакина ожидает матч соперниц Анаоми Осака и Анжелика Кербер. В общем, в женском теннисе все очень интригующе, все очень интересно и очень много событий, за которыми мы будем следить. Кстати, Елена Рыбакина в этом году будет играть еще и в миксер вместе с Бубликом. Ну и Юлия Путинцева, еще одна наша теннисистка, тоже важная представительница нашей олимпийской команды здесь, в Париже, сыграет против украинки Марты Костюк и Марта Костюк это стабильный игрок в большой двадцатке, топ-20 серьезные соперники для Путинцева, но увидим, будем следить за развитием событий, а прямо сейчас мы постараемся отправиться туда, где в гонку за медали вступают казахстанские мастера стрельбы звука. Трельбы звука. В итоге, я возвращаю слово вам. Ануар, спасибо. Верю, что еще не раз Ануар нас порадует новостями из Парижа. Напомню, на прямой связи был мой коллега Ануар Абдрахманов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...